Итак, дорогие друзья, наша глава номер два. Название её «Дом, милый дом». Эмпайр-Б через два года. 8 января 1945 года. Наш главный герой Вито Скалетто прибывает в свой родной город после ранения на фронте. Чтобы встретиться со своим лучшим другом Джо Барбара, с сестрой Франческой, а также повидать свою маму. В общем, встречаем Витька и смотрим. Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вито, я тут! Джо! Эй, с возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали! Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Как говорится, сначала по пиву. Вот так вот, дорогие друзья. Что могу вам сказать? Наш главный герой понаблюдает за красотами нашего города. Empire Bay, дорогие друзья. Вот он выглядит как вот красотища, да? Взимний, так сказать. Погодные года. Он в бомбардировщике отслетает сверху. Да, не бухали мы точно. Года два-три. Сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газет не читал, чтобы сориентироваться. А ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли. Есть такой Дон Кало. Нифига себе! Дон Кало? Я про него слышал. Правда? А, Дон! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, читая, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял? Да, уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ну, ну, сам потом вручил. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Красивый, красивый, конечно, город. Очень классно сделан. Да, точно. Сейчас мы Джо Барбара зайдем в кабачок, пропустим по стаканчику вискарика и поговорим о будущих наших планах. А план у нас, ребята, как вы знаете, будут грандиозные. Ну что, посмотрим. Салют. А, салюта, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чтоб повалялся в госпиталь, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась. Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку. Подожди-ка. Подстреляем глазками, может быть, той-будь кому тебе понравится, да? Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, 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 ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно. В случае чего сидеть, ты мне сам понимаешь. И деньги я откуда возьму. Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Интересно, можно такой виски сейчас найти в реальности в нашей? Я бы его прям попробовал. Ты можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. А у Джо, походу, будет славная ночка. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok всего-то кружка пива джордж никуда не пойдет бухать жена его не отпускает здорово понятно не общается хочу изданулся что ли ночи бывает так ну и последний диалог ребята вот он бомбардировщики летят над городом да здравствуйте сэр здравствуйте мистер манара закрываетесь я простите война не твоя вина кто знает может снова открою когда война ну тогда удачи да тогда удачи вам я пойду а то меня уже завдарить чего мэм вы чё как разговаривать это солдатам вашей армии который отдают я что тебе не одиноко солдатик ну да одиноко может скрасите мне день или ночку вот заметьте самое простое в игре маха я чё замечал многие этого тоже наверное не видели когда вы становитесь авторитетным парнем то есть у вас есть деньги хорошая одежда тачка крутая проходит с вами по-другому разговаривать совершенно то есть когда ты вот такой правильно прям с окна ваза полетела то есть когда вы такой вот солдафон который пришел с фронта нету ни денег ни квартиры ни жены ни детей губа говоря да то у вас как бы народ воспринимает а так себе оказывается стать начать все таки вау здравствуйте будьте любезны разрешите блять пройти и ну ладно давайте отправляться там уже заждались нас котофей привет да ладно чё ты молодец лучший ну вот наша доблестная квартира витта скалетта привет мама я вернулся да классно я тебя тебя не увижу мы с франческой тебя так ждали сестричка как два иди сюда а а а а вкусно пахнет а папа твой не дожил до этого дня он бы так тобой гордился вид да да вита как так можно прости мам прости да у нас такой не всегда практикуется от в америке в европе всегда надо помолиться перед приемом пищи ну что давайте поговорим с мамой и с франческой ничуть не изменилось это точно ну что франческа расскажи как у тебя дела то ну а как вы сами то франни ты как поживаешь живу пока с мамой нашла работу в офисе на жизнь хватает я даже начала отдавать папе на долги франческа не надо сейчас об этом говорить да кстати собегая дорогие друзья вперед наш долг перед определенными людьми составляет две тысячи баксов и это охуеть какие деньги на тот момент да и для такой семьи как скалетта это очень большие деньги ну что давайте поговорим еще с мамой отправимся спать как ты бомбина мио это наверное было ужасно я так боялась молилась за тебя каждый день ничего мам по большей части я джип водил ну пострелял немного ну ладно пойду спать вот она наша квартира да а точнее наша комната наш любимый конек на котором мы когда катались наверное в детстве да картины нарисованные нами мечты реальности в общем ложимся отдыхать лучше чем в окопах да я тоже так думаю что лучше ну что витек спокойной ночи ну увидимся утром конечно увидимся на следующий день дорогие друзья здесь жить нельзя надо что-то придумать так давайте одеваться и отправляться к джо но нам что-то придумает кожаная куртка с рубашкой думаю самый оптимальный вариант зимой одевать сейчас на улице здесь нет зимнего у нас амундирование а в форме я точно не пойду зачем мы уже не военнослужащий как тебе когда обратно вообще-то вроде не надо но мне джо с этим помог джо ты опять хочешь попасть в беду мам ты хочешь чтобы я опять попал под пули нет именно джо мне наверное жизнь спас обещай мне что больше не будешь связываться с этим джо знаешь твой папа работал на одного человека из доков папа лардо он из профсоюза отработал так что разогнулся еще и денег остался должен я благодаря папа лардо конечно обещай мне естественно скажем маме что мы будем работать папа лардо но вы же прекрасно понимаете кто-то хочет слишком малого никогда не получит больше кто-то хочет получить все никогда этого не получит вот это закономерность которую надо знать как границу ну что пойдем пошуршали джо барбара там в принципе недалеко идти сейчас немного будут разборки у нас уличные мне плевать кто тут происходит это вышибал местный пришел да ну сейчас мы с ним поговорим по-мужски давай давай я отведу тебя в школу попробуй как пугать женщин как пугать ого молодец красава а если я тебе сейчас по рогам и стучу а что ты ну-ка давай ух ты красава левый корон и правый похорон это я просто еще это расслабился немного что-то я прям пропускаю плюхи прям да дайте мне камеру нормально что я что-то во на на еще раз тебе прям по бороде да лежа да нормально все подожди я просто немного не разогрелся еще да да нормально все не переживай сейчас мы с ним тут разберемся а он крепкий парень сколько тебе рожу то бить на упал а шляпа слетела ха-ха-ха ха-ха-ха я просто немного это не вкурил механику сейчас-то я понял а то давно это было в уличных драках мы не хотели тебя волновать чем чем волновать ну же франи расскажи мне в чем дело папа не за долго до смерти взял деньги в долг много у ростовщика он надумал найти работу получше и отдать мы узнали после того как ты ушел на войну и сколько две тысячи долларов сколько да чёрт по косаре баксов просто а хуже суммы давно ждать им все до конца недели или долг снова вырастет такие деньги мне в порту не заработать кто этот тип я не знаю мама не говорит все в порядке Вита а он как раз с этого порта не бойся я разберусь обещаю спасибо Вита береги себя как его зовут то Дерек по моему да Дерек его звать как то надо нарыть две штуки и быстро Джо наверняка поможет надеюсь что нам поможет так ну что давайте ребята отправляться к Джо если вы не против да ага ну побежали чё благо Джо рядом живет он военные ездит на грузовиках зима да люди в пиджаках ходят с зонтиками чтобы снегом ненароком не придавило да а еще самое главное что он бегает бесконечно это очень хорошо не понял а что это за дверь подожди а это же вход второй Джо чтобы не обходить дом я про него то и забыл уже подожди этажом выше что ли а ну да точно где бабулька моет простите мэм вы не знаете где живет Джо Барбара направо от лестницы и скажи ему чтобы больше по ночам не шумел не нравится пусть еще другое жилье да хорошо хорошо передам я не помню нет совсем нет заходи и поговорим я подцепил этих телок по пути домой из бара я тебя ждал так девочки закругляйся у меня дела заходите завтра продолжим с того же место стоп-топ ну Джо может мы все вместе повеселимся веселье закончилось я сказал потом мы с Митту очень давно не виделись сколько всего надо обсудить похож ты молодцом Джо неплохо я тебе скажу это испаночка что ты с чем-то ну как дела дома хорошо мама правда была не рада когда я упомянул тебя ты ее знаешь хочет чтобы я нашел честную работу будешь искать не знаю но точно не буду повторять ошибки моего папаши мне нужно заплатить его долги встать на ноги и найти себе жилье нужны хорошие деньги а столько горбом не получишь доживи у меня сколько надо найдем мы тебе работу где ты будешь зарабатывать и не убиваться звучит как музыка сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма я знаю многих которые отлично платят так сказать за риск чтобы я для старого друга ничего не нашел работяги они ж неудачники точно не говори ладно шаг первый познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги пошли ну хорошо давай за три года ты заработал на всю эту роскошь ну да за три месяца только-только все обставил три месяца твою мать охренеть да вот это квартирка да у него ну Джо умеет сделать интерфейс ладно пошли у нас есть дела так так ты подумал о том чем заняться ты сказал что представишь меня этому джузеппе нет 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 не прямо сейчас а вообще там на фронте ты не думал о том чем займешься после возвращения да не то чтобы ну так в общих чертах найти девушку жениться да ну а на эту ерунду у тебя еще времени вагон а сейчас я тебе устрою настоящую жизнь да спасибо еще раз за бумаги об увольнении все обязательно сейчас ребята отправят себя к джузеппе самый главный медвежатник импайр бэй Эй слушай а можно что Donald конечно конечно джо я за баранкой сидел почти все время это же не танк это одна из лучших машин как можно купить за деньги вот это шляпа серьезно водил что такое джип не важно за не знаю что такое ладно ладно вот ключи только осторожней спасибо так в такую хладрыгу надо газку поддать побольше это самая правая педаль будет я знаю джо знаешь поехали а вот он не чай пока прямо все немного нарушить правила да нормально все знаете что сегодня за день день как день откуда мне блин знать день когда ты станешь автовладельцем с радостью только не на что кто сказал что надо платить он не бы то скажет слушай а ты не шутил тебя и правда научили водить хоть что-то хорошее от этой войны ну да согласен так поехали мы до джузеппо приехали сейчас познакомимся с главным медвежатником ух ты только глянь на эту цепь отлично джефферсон 42 до хорошая . прямо стыдно окно выбивать лучше подбери себе отмычки у джузеппо попробуем добро пожаловать в универмаг джузеппо рай для вора у него как в греции есть все даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех кому надоело воевать красава джузеппо конечно свой в доску мой давний друг это джузеппо лучший медвежатник в импайрбэй отставной только как дела бумаги для тебя да для него они уже готовы та еще марокко была но готовы спасибо это и правда выгорит армия тебя больше не побеспокоит поверь видишь что я говорю вот деньги интересно сколько он ему заплатил за такие услуги так ну что надо купить отмычек еще нужен набор отмычек это да и угадай кто их купит ну что попрактикуемся замком вот держи замок надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки берешь ключ и зажимаешь крючки по одному когда отведешь все крючки поверни ключ и замок откроется легко серьезно ну ладно так уж и быть легко у тебя получится я все время практикуюсь когда ключ в машине забуду красавчик ты чё прям зажигалки у оставляешь ключ то этот ты даешь ну что ты все еще не против давайте угодим джекерсон 42 я влюблен ну тогда это твой шанс ну отлично ну что поехали возможно угонщик а жми на газ ясно вот машина угоняет да пошел то сбросить быстро понял буду я еще тут сбрасывать скорость серьезно что ли так ладно да я все это понял вот ага стою а манки плать стою в 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 Вот это присталка. Красавчик. Сколько у него скорость, что он меня догоняет Да ладно Смотри, что, прилип и все По встречке ехать вообще классно Понял тебя Всю машину расколотил Сейчас самое главное Не попаста снова полиция Субтитры сделал DimaTorzok Так вот мы приехали в автосервис Заезжаем, ремонтируемся Ну и перекрасится она соответственно Мне? Да все Надо свет поменять Полиция нас не обнаружила Произведение искусства Так, все, да? Ну и выезжаем В любое время Спасибо Спасибо тебе, друган Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски Может у него какой-то будет Ладно, делай У него тут свалка на Риверсайде Не пропустишь? А это что за парень? Какой? Парень в мастерской А, Томми Племянник одного кореша Типа тихоня, ну скажу тебе Танцуй как себе Пару недель назад Видел, как он пляжем встанет Все тёлки с ума сходят Я что, слышу намёк На зависть? Ты шутишь Мне-то зачем танцовать? Это понятно Ты слушай, как я девок снимаю А то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться Красавчик У тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах Красавчик Ну, Джо умеет Ебануть прям Если бы я мог переделать алфавит То я бы Т и Я поставил вместе Так, блин, перестань Тянем до столки в русский А вот это верно Эй, детка, отличный прикид Будет круто смотреться утром у меня на полу И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить От поваляться отличается Нет? Давай поедем ко мне, поговорим У тебя проблемы Поехали ко мне домой Мы играем в игру Ты будешь в дверь И ты туда же поворачиваешь, да? Ну, это поздно Не, ну он-то правильно поворачиваешь Я-то вообще со средней полотцей Красавчик Не, ну как учился на право, а что, ребят? Ну, как вы хотели Ну, ты все правильно делаешь Выезжай через ворота Приехали Майкл бруски Здорово, да? Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли Мне ж теперь ванну принимать Эй, я работаю Рабочий человек всегда руки замарает И вообще, я их вытирал И чем? Той же тряпкой, которой драешь в туалет? А? Слесорюга Да, сохни Ты кто тут? Санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно Это мой друг Вита Вита, это Майкл бруски Не пожимай ему руку У меня мыла не хватит Да, конечно Пожать по-любому надо будет Он только что вернулся из Европы Ему нужны деньги Так что, думаю, он может помочь тебе С нехваткой запчастей Я за него ручаюсь Ага Ладно Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да Мне нужны обычные машины Никакой роскоши С каждой тачки получишь долю Придадяй сколько хочешь Только не притащи копов на хвосте Если они припрутся, я тебя знать не знаю Понятно? Ясно Твою мать, Майкл Ты же мне все пальто залапал Оно же больше тебя стоит Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну Истерика Знаешь, сколько сейчас крючистка стоит? Господи Боже Да хрена Еще не факт очистить ли Ты топкнешься? Витя, слушай Сегодня мне нужен Вальтер Купе У меня просят детали А машину я нигде не найду Потому что не знаешь, где искать Каждый раз, когда еду по Хантерс Вижу одну такую убара Вроде Одинокая Звезда называется Это же Нигерский район Буду там как прыщ на коленке Слушай, я дам тебе три с половиной сотни баксов Стоит того, а? Четыре Ладно, идет Ладно, Вита, давай пошли Андиаму Все равно я пришлю тебе чек из химчистки Давай, а я адрес поменяю Так, слушай Это твой первый заплыв, так сказать Смотри, не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи Класс Наша новая игрушка, которую надо бы опробовать Ну что, проверим бензобак Ой Ну что, поехали К бару Угонять эту тачку Давай, Джо, поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно. Просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Как говорится, проверка. Можем ли мы что-то сделать? Или нет? Никакого черта там делает! Че? Черт. А. Откуда вылезти? Вставай. Хе-хе-хе-хе. Все. Упакуился. Молодец. Какие-то бомжи забегали. Эй! Эй, ты что делаешь, мадапака? Мада быстрее. Давай. Пофигу. Давай, 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 давай. Некогда нам ее взломать. Заводи, заводи, заводи. Все в порядке. Нормально. Валим. Быстрее. Да, вроде, наверное, оторвался. Да, тачку помял, конечно. Надеюсь... Что это тут за построение, а? Надеюсь, меня простит. О, я буду оставаться. Вообще. Валим. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ О, хоть разогнать, да? Ну ты красавчик, просто лучший, а? Я поворачивал направо, и он же поворачивает направо. Ладно, забей Ну ладно, приехали И курят травку Посмотрим, что тут у нас О, мило, без пятен Чисто Откуда уж паны деньги на такое Наверное, сами угнали Ну, хорошо Сколько я там тебе за нее обещал? Сосот Шестьсот Мне нравится твой друг, Джо Ладно тебе, твои четыре сотни Заходи еще, ладно? Снова вместе пробудем Увидимся, Майк, я скоро снова зайду Ладно, парни, до встречи Вот твои триста, остальное у меня за посредничество В следующий раз ты сам по себе Сойдет, спасибо, Джо Ладно, поехали домой Я устал Домой так домой Это нам нужно на шоссе Я знаю Поэтому и едем Ну что, работу выпал, но ты не облажался Да, но мне чуть башку не оторвали Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сэнд-Айленде? Ну, такая работа, парень Что поделаешь? Кому же вряд ли ты еще чему обучен Наверное, ты прав Не переживай, все будет проще простого Так, а что за тип этот, Бруски? Майк полезный мужик Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит В основном с угонщиками Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичен Ты и правда его заставишь платить за химчистом? Я спущу на тормозах У меня с ним много общих дел, но и потом у него тут еще Мы как-то были на скачках И один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил Майк его так отделал, что чувака снял 1.20 По мне так урод конченый С ними просто надо уметь вести дела А я с такими ребятами дела крутил Майк по сравнению с ними просто дышка, видишь? Понятно Ну вот мы и приехали Эй, где-то можно машину поставить? Хочу красотку на улице просать И правильно, так что ставь ее рядом с моей гаражей На улице прямо стада уголовников А, район уже не тот, что прежде, а? Ну что, пойдем в квартиру Джо Отдохнем и подумаем о том, как нам жить дальше Да, Джо? Барбара Если хочешь есть, жратва в холодильнике Понял, спасибо Ты голодный, Вита? Нападай на холодильник Да, голодный, надо что-нибудь схавать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...